Сегодня мы продолжим рассмотрение подхода, основанного на пространстве конкретных состояний. И я еще несколько слов добавлю по поводу функции лимфа. Прежде всего, интересным моментом является то, что гигантные состояния представляют для себя достаточно локализованные области, размером корень из H-bar. И, по сути дела, это подразумевает, что в терминах таких состояний фазовое пространство разбито на небольшие области, отвечающие за то или иное квазиклассическое положение созданной системы. Но интересным, конечно, является то, что, хотя вот эти состояния не образуют автогонального базиса, они являются хорошим приближением для квазиклассической динамики. И, соответственно, прежде всего, это очень полезно для того, чтобы понимать, как ведет себя система квантовая квазиклассическая в пределе. То, что, так сказать, эти состояния занимают какой-то конечный объем, это означает, что если мы имеем область фазового объема, допустим, доступную для нашей системы, какого-то размера, то число квантовых состояний в этой области будет тоже конечно, и оно фактически, так сказать, является отношением обсуждаемого объема к размеру квантового состояния. Но то, что функция Виклера не является положительно определенной, я в прошлый раз уже говорил, и это действительно важно для того, чтобы это описание, тем не менее, в себя включало такие квантовые эффекты, как интерференция, и в том числе, например, ортогональность различных квантовых состояний, потому что если мы возьмем два квантовых состояния, которые между собой ортогональны, то функция Виклера, так сказать, тоже будет... Две функции Виклера, если посмотреть от них сверстку, они будут иметь нулевое перекрытие. То есть, в принципе, вся квантовая механика в этой функции Виклера содержится, ну и это как раз связано с тем, что сама функция Виклера действительно является положительно определенной. В практических применениях подхода основанного на рассмотрении квантовых состояний часто используется другая функция, называемая функцией усилия. В связи с этой функцией хочется упомянуть два очень важных обстоятельства. Одно из них достаточно, так сказать, интересно состоит в том, что если вы, ну, функцию Виклера сгладите с помощью, ну, узкой гауссовой функции, ну, по сути дела, если возьмете функцию, которая, так сказать, получается для функции Виклера для экогерентного состояния, чистого экогерентного состояния, то тогда получившаяся функция станет положительно определенной. То есть, фактически, так сказать, эту величину уже можно рассматривать как вероятность. Ну, и, соответственно, так сказать, для интерпретации, скажем, распределения вероятности технических квантовых системах, эта функция используется довольно часто. На самом деле, эта функция гауссими является, имеет очень простой смысл. Она есть просто квантовые технические средние от оператора плотности по гауссовому состоянию. Вот. И, в принципе, кажется, что это величина, которая уже потеряла всякую информацию, например, об явлениях, связанных с тегерентностью квантового состояния и тому подобное. Но, на самом деле, так сказать, из этой функции гауссими можно восстановить функцию Виклера с помощью вот такого специального дифференциального оператора, который, на самом деле, является довольно нелокальным, потому что вторая производность – это показатель экспонента. Ну, и, соответственно, так сказать, если мы поддействуем на функцию гауссими этим оператором, то мы получим функцию Виклера, которая дает полное описание квантовой системы. Вот. Ну, это некоторое замечание, которое, может быть, имеет смысл в связи с тем, что функция гауссими довольно часто используется при анализе квантовых систем, в том числе и в случае хаоса. Вот. Но другое обстоятельство, очень важное, состоит в том, что нам оказалось достаточно усреднить вот функцию Виклера по, скажем, локальным небольшим областям, то есть размером порядка корень из h, и все осцилляции, которые в виде неположительной определенности функции Виклера, они все при этом исчезают. Вот. Это обстоятельство интересно тем, что, по сути дела, вот в таком представлении у вас такие глубокие квантовые эффекты находятся на малых расстояниях, то есть, по сути дела, так сказать, они отвечают размером на, как говорится, меньше или порядка корень из h. Ну, или другими словами, получается, что, как бы, можно так условно сказать, что классическая и квантовая динамика здесь еще разделены между собой масштабами. Вот. Такой немножко, так сказать, неожиданный эффект, состоящий в том, что функция Виклера после такого относительно, скажем, локального усреднения, так сказать, может рассматриваться в качестве положительной определенной вероятности. Ну, таких сравнений может быть много, нет? Ну, собственно говоря, это еще нужно, как говорится, суметь так усреднить, чтобы эти отрицательные и положительные части компенсировались. Ну, понятно, что, если вы возьмете какую-то, скажем, менее тривиальную функцию, то, может быть, можно сосчитать, но, скажем, в общем случае, скажем, какая-то функция, она является, может, просматривать некоторая функция Виклера, представляющая собой смесь квантовых состояний, и вовсе не обязательно проекция этой функции, то есть проекция этих состояний будет положительно определена, так сказать, на данную функцию, на исходную функцию Виклера. То есть в этом смысле, конечно, это некое специальное усреднение, но и оно интересно тем, что оно максимально локально, то есть максимально компактно, то есть, ну, и вот, в принципе, оно обладает таким способом. Вот. Ну, дальше я здесь то, что следующее уже рассказывал, так сказать, и я немножко перейду к квантовому уравнению Лью-Вилля. Вот квантовое уравнение Лью-Вилля, получается, как раз оно должно описывать эволюцию функции Виклера, и проще всего его получить, по-видимому, исходя из, скажем, матрицы плотности, с которой функция Виклера связана, вот, потому что, так сказать, эволюция матрицы плотности, так сказать, записывается в хорошо известном виде, так сказать, ну и дальше, так сказать, с переходом в базисов кабинетных состояний, выше упомянутым правилом, можно получить соответствующее уравнение. На самом деле это не совсем тривиальный переход, поскольку там, как говорится, у вас будет произведение операторов, возникнут вопросы упорядочения, и этому, так сказать, были посвящены специальные работы, так сказать, которые начинались от Главбера, и потом в 70-х годах Агарбал Вольф построили более-менее замкнутую картину этих переходов. Вот, но, тем не менее, действительно, переход можно сделать и получить некую связь с оператора Лью-Вилля, с гамильдонианом, если, скажем, у вас гамильдониан может быть представлен в виде функции от операторов рождения и уничтожения. Сейчас, а гамильдониан, аргумент, это... Значит, здесь уже стоит не сам гамильдониан, а его образ в пространственном состоянии. То есть, фактически, это означает, что мы сначала строим образ гамильдониана... Это действительно формула, которая не уничтожена. А, сейчас... Ну, это, на самом деле, вот, если... Так, сейчас где-то вот... Вот, по-моему, сейчас... Фактически, так сказать, вот формула, которая имеет общий вид, если вот известен квантомеханический оператор, который мы хотим построить, он просто... Да, что-то сказать, след... От него берется некое, так сказать, фурье преобразование. Ну, по сути дела, такого... А, да, я так-то... На пункте... Да. Что оператор сдвига занимает? Ну, он... Это оператор сдвига. Вот, сейчас я его покажу ещё раз, чтобы, так сказать... Оператор рождения и уничтожения дальше это делают достаточно стандартные разработанные техники, так сказать. Ну, по этой причине, некоторые затруднения, например, состоят... Возникают, если, допустим, пытаться, скажем... Кикротатор записывать в таком виде, поскольку, это стоит буквально... Кикротатор через оператор рождения и уничтожения не записывается, так сказать. Ну... Так, значит, мы сейчас, как говорится... Вернёмся к этому самому уравнению Лювиля. Вот. Это уравнение Лювиля, так сказать, можно... Формально можно решать, так сказать, аналитически, так сказать, и, как говорится, изучать поведение систем. Но, честно говоря, так сказать, в сложных системах, к которым относится система, обладающая хиотические динамики, так сказать, аналитический подход не очень эффективен. И обычный, в принципе, численный подход. На самом деле, он состоит в том, что всё-таки моделируется, так сказать, эволюция матрицы плотности, при наличии такого гамильтаниана, так сказать, в пространстве не когерентных состояний, а в пространстве обычных фокусских состояний. И дальше, так сказать, получается дискретная матрица, с которой, безусловно, работает намного легче, чем с матрицей, и, по сути дела, как появляется функция Вильгера там или оператору Лювиля. И бесконечно мерной матрицы, поскольку, так сказать, перемены альфа непрерывны. Вот, как говорится, что, собственно, можно на этом этапе обсудить. Можно обсудить, вот, фактически, так сказать, разницу между оператором Лювиля и квантовыми классическом случае, так сказать. Оператор, вот, это связь, конечно, надо обсуждать уже на примере конкретной модели, которую мы сейчас перейдём. Собственно, мы в прошлый раз на ней остановились, так сказать, модель нелинейного осциллятора, которая, так сказать, получается из линейного добавления квадратичного члена, так сказать, и дальше ещё добавления стоганового пифа. Вот, ну, если, как говорится, чуть-чуть внимательнее посмотреть, нам, конечно, интересно понять, как это себя модель ведёт в классическом случае. И в классическом случае она достаточно легко интерпретируема. Вот, и, по сути дела, так сказать, её уравнение движения выглядит таким образом, что есть, как говорится, слагами, которые, по сути дела, так сказать, если относительно него решательные в моменты времени не совпадающие с моментом толчка, то это просто будет вращение, так сказать, вот, с частотой омега и, вот. А дальше, так сказать, вот, после проворота на некоторый угол происходит мгновенный сдвиг на величину G0 вдоль оси импульса, так сказать. И, по сути дела, так сказать, получается так, что, если, как говорится, посмотреть чередование, скажем, какого-то распределения, в результате каких последовательных поворотов и толчков, то, ну, я, может быть, нарисую, так как это будет действительно для ясности. Вот, если, допустим, у нас имеется вот это распределение, то, на самом деле, если мы возьмем какую-то, допустим, область фазового пространства, в ней по серии траекторий, то из-за того, что частота обращения зависит от... По сути, у нас альфа, так сказать, не на часть альфа, но и действительная часть альфа, вот, и, на самом деле, это, вот, вот, и можно, вот, P0, фактически, импульс, а здесь X на X0, это X0 и P0, это некоторые нормировочные, так сказать, скажем, обезразмеривающие эффекты. И тогда, по сути дела, если у нас идет вращение, зависящее от рангуса, то такая вот эта штука, конечно, будет как-то растягиваться, как-то вот так уже вытягиваться, ну, поскольку ближняя к центру части вращается медленнее, чем дальнее, ну, и, соответственно, будет как-то растягиваться. Дальше, так сказать, будет, допустим, после какого-то вращения, это все как целое перемещается на расстояние X0, вот, ну, и, соответственно, так сказать, если мы, допустим, имеем какое-то такое распределение, то оно начинает сильно закутываться, и в итоге, так сказать, получается достаточно сложная функция распределения, которая, на самом деле, отсюда видно, что она достаточно быстро должна привести к кратическому, так сказать, такому, достаточно нерегулярной кратической функции. Вот, ну, кратичность наступает при достаточно сильном толчке, то есть, фактически просто численно, так сказать, установлено, что при амплитуде толчка больше порядка единицы, наступает вот именно достаточно размешивание такое, что при этом показатель липунова становится уже отличным от нуля положительным, и это приводит к экспонциальному раздвиганию траекторий, так сказать, соответствующих, траекторий в пространстве альфа начинает раздвигаться. Вот, ну, это фактически, так сказать, отвечает тому, что между толчками реально, в таком, в достаточно большой частоте вращения и в достаточно больших толчках, ну, скажем так, если толчок достаточно большой, то он довольно быстро выводит от центра на расстояние такое, что число оборотов за один период становится больше единиц. Вот, и в этом случае, так сказать, получается, что набег фазы за один период много больше 2П, и это фактически, вот, возникает знакомая ситуация, когда, скажем, какая-то переменная реально работает по моду какому-то, то есть возникает, так сказать, по сути дела, так сказать, тот же самый механизм социализации, который в классике, только немножко в другом, ну, вот, в смысле, который проявлялся и в кикропатрии, там, и в других, так сказать, более простых моделях. Вот, значит, как результат, получается, что, на самом деле, так сказать, вот, угол, на который после каждого толчка, ну, провернется система, он становится близким к случайному, и тогда соседние толчки, можно считать, что они направлены во взаимно случайных направлениях. То есть, по сути дела, это получается, что, вот, как бы, скажем, движение вокруг центра, оно просто вращает всю систему как целое, а вот, если мы смотрим уход от центра, то, ну, всегда можно, скажем, вместе с этой системой провернуться, и тогда в системе, которая вращается вместе с этим целым, в целом, вот, движение частицы получается как будто, в этом, так сказать, под движением силы, направление которой случайно. Это, фактически порождает закон случайного блуждания, и, вот, здесь, вот, как раз, приведем посточисленный результат моделирования, так сказать, где видно, что вот этот квадрат расстояния от центра альфа по модулю в квадрате, так сказать, он растет ленина со временем. Как диффузия, да? Это диффузия, по сути дела, получается. Диффузия, диффузный уход от центра, от начала координат. То есть, по сути дела, так сказать, возникает вот такая простая моделька, которая в классических случаях, так сказать, очень легко интерпретировалась. Вот. И, соответственно, так сказать, можно, конечно, убедиться, что, вот, скажем, начальное значение омега-0 мало сказывается, поскольку, так сказать, когда система уходит на достаточно большое расстояние, то уже такая затравочная частота перестает играть роль, поскольку все уже определяется, ну, скажем, квадратичными слагаемыми по R в исходном ганитаре. Вот. Что в итоге, так сказать, получается? Получается, что вот это действие, которое выравняется к квадрату альфа по модулю, просто линейно растет со временем. Вот такое простое поведение. Дальше легко понять, что, вот, по альфа, если у нас, то сказать, случайное облуждание, мы должны получить гауссовское распределение. То есть, вот если мы возьмем большое количество систем, то, ну, и действительно, так сказать, получается гауссовское распределение, которое в терминах действия просто экстенциально получается, экстенциально падающее распределение. Это распределение вероятности иметь значение действия, которое спустя какое-то время эволюции этой системы. То есть, на самом деле, тут, конечно, наклон меняется со временем. Что такое? Это вероятность. Найти Альф. Ив. Заданное Ив. То есть, это функция распределения, если мы возьмем ансамбль систем, то это функция распределения систем по действию, набранному результате эволюции. Ну, естественно, среднее и будет ремейно расти со временем, то есть, наклон этого распределения постепенно уменьшается. Тут, конечно, следует понимать, что, естественно, поскольку эта система, на самом деле, остается гамильтонами, хотя у нас такая простая интерпретация такого случайного блуждания, на самом деле, система гамильтонова, так сказать, изначально. И поэтому, так сказать, ясно, что если мы возьмем какое-то там, скажем, начальное распределение, ну, в какой-то начальной области достаточно плотное, так сказать, ну, просто вот область мы делим, то эта область, ну, спустя какое-то время будет растащена, так сказать, по... Какого-то звезда плора. Ну, скажем, без дырки. Без дырки. То есть, так как это, ну, это, ну, именно, если, ну, распределение будет растягиваться на область фазопространства, радиус которой растет лимейно, точнее, пропорционно к уровню из-за времени, так сказать, то есть, соответственно, так сказать, ясно, что, ну, вот, поскольку, так сказать, этот рост не ограничен, но ясно, что эта система будет описываться, если говорить о точном распределении, достаточно, скажем, неоднородным, быстро меняющимся, так сказать, распределением, где пусто, где густо, что называется, и фактически, так сказать, эта функция будет, крайне нерегулярная функция распределения. Но это связано, в первую очередь, с тем, что в каких-то направлениях за счет дипоноскового показателя будет, скажем, области сжатия, вот, экспоненциально, по времени, так сказать, в каком-то направлении растяжение, и поэтому, так сказать, это будут какие-то очень тонкие, приближающиеся слои, которые, так сказать, всюду плотно будут заполнять, скажем, фазовый объем, но, тем не менее, так сказать, оно, естественно, что полный объем занятой системы сохранится, поскольку, так сказать, герметонная система подразумевается при менее точного фазового объема. Но, с другой стороны, когда у нас размеры вот этих слоев будут много меньше, чем точность измерения, то описывать эту систему станет уже невозможно, и понятно, что это, так сказать, приводит необходимость использоваться грубо структурным описанием, ну и, по сути дела, так сказать, неким усреднением. В частности, вот эта функция, которая, так сказать, здесь у нас приведена, она есть результат уже усреднения, так сказать, который уже убивает мелкие детали. То есть усреднение по человеку? По ансамблю, по, скажем, по сути дела, так сказать, по какому-то, можно, скажем, объем фазовый разлить на какие-то клетки, и внутри каждой клетки сочетать вероятность на эти частицы, да? Ясно, что, в принципе, так сказать, в каких-то, поскольку здесь вероятность, например, экспоненциально падает, так сказать, ясно, что если у нас есть область, внутри которой, так сказать, очень маленькая вероятность, то там во многих местах это будет пусто в каких-то, там, и будет вероятность отличного отборя, так сказать, застать эту частицу. Ну и, в принципе, мы, если усредняем, по достаточно, скажем, по достаточному размеру, на самом деле требуемый размер с ростом времени, так сказать, становится все меньше и меньше, поскольку, так сказать, система, так сказать, разбивается на все более тонкие перележащиеся в состоянии, если возьмете какую-то клетку фиксированного размера, то в нее обязательно попадет уже какое-то количество, так сказать, вот этого самого распределения, так сказать. Вот, это то, что, так сказать, предлагается при классическом, при обычных, так сказать, способах вычисления энтропии, разбивать фазовые объемы на какие-то клетки, в них вычислять вероятность из попадания наших частиц. То есть, даже если мы функцию распределения изначально мы пользуемся, то все равно, так сказать, надо будет говорить такое-то среднее. Так, значит, фактически, помимо вот такой исходной точной функции распределения, возникает так называемая грубо-структурная функция распределения, и важность этой грубо-структурной функции состоит в том, что на самом деле она очень устойчивая. То есть, фактически, это некоторое углубленное описание, которое, так сказать, мало зависит уже от начальных условий, то есть, начальные условия практически забыты, так сказать, и, соответственно, так сказать, можно сказать, что эта функция укладывает, скажем, такие глобальные характеристики, так сказать, поведения системы. Ну и, если, допустим, у нас бы система была бы локализована в некотором закупном объеме, то там бы со временем могло бы установиться некоторое эргогическое распределение, которое, так сказать, соответственно, так сказать, обладает относительно простыми свойствами. Вот еще один из любопытных моментов состоит в том, что обычно группо-структурные функции забывают и многие детали динамики, но если вспомнить, что у нас здесь толчок в этой системе происходит вдоль оси импульсов, но вот группо-структурное распределение оказывает симметрично относительно направления вдоль импульса и вдоль координаток. Вот поэтому, так сказать, нужно... Почему, так сказать, не понятно, что это значит? Ну, потому что, так сказать, результат предыдущих толчков как бы перераспределяется по всем направлениям, ну или, грубо говоря, скажем, система забывает о том, что вот в каком направлении был толчок на временах, вот примерно единица на время Липунова, так сказать. То есть предыдущие, так сказать, этапы инволюции забываются. Поэтому, так сказать, получается, что фактически, так сказать, в такого рода системах возникает еще, так сказать, некоторые, скажем, приближенные симметрии. Понятно, что, скажем, если идти на глубину истории не слишком глубокую, так сказать, то есть порядка единицы на время Липунова, так сказать, то там еще, так сказать, направление предыдущих толчков более-менее, так сказать, сохранилось, так сказать. Ну, а от более далеких, скажем, это распределение успело сделать много оборотов вокруг оси, естественно, так сказать, если оно было в какую-то сторону деформировано, теперь это направление деформации окажется случайным направлением. Здесь изображена функция распределения. В разное время? Это нет, это в какой-то момент времени, спустя скажем, здесь конкретно 100 толчков пролюшло. А вот разные концентрические кольца, это уровень, конкретно этого распределения, то есть линия уровня. Видно, что она еще изрезана в силу хаотичности. Это взято большое количество частиц, примерно порядка 10 миллионов, чтобы можно было построить функцию распределения. Вот по ней, как говорится, эта функция распределения построена спустя 100 толчков. Видно, что при таком осреднении по ансамблю, так сказать, по-конкретному, есть, конечно, есть какие-то статистические выбросы, но в среднем, так сказать, вот это распределение представляет в длине уровня, представляет концентрические круги. Вот такая картина возникает. Но это, на самом деле, достаточно характерная ситуация, так сказать, поскольку, так сказать, забывание... Ну, правда, тот факт, что оно от И зависит, а не от Фа зависит. Это, я не знаю... Это было W от И. Это оно и есть? Здесь W от Альфа. Ну, фактически, в плоскости Альфа, плотность вероятности отложена, ну, в частности, третьем выше, так сказать. Но, на самом деле, так сказать, у нас, конечно, вот это распределение от И начинает зависеть только группа структурное распределение. Потому что, если мы возьмем точное распределение, то это будет очень сложная функция, так сказать, скажем, начального объема, с которого стартовала система, так сказать. Вот. Если, скажем, объем, допустим, не имел какую-то симметрию там, то, в принципе, так сказать, там мелкие детали будут различаться, так сказать, в зависимости от выбранных начальных условий. Ну, вот, грубо структурные, так сказать, свойства будут универсальны. Ну, и, соответственно, это грубо структурная функция, потому что точно функцию, так сказать, сосчитать на 100 шагах уже нереально. Потому что ясно, что если показатель Липпунова порядка двойки здесь, вот, в этой системе, то Е в степени минус 200, так сказать, с такой точностью, так сказать, сосчитать траекторию нереально, естественно. Вот. Ну, это, как бы, такие детали, вот, связаны именно с поведением классической системы. Если вернуться теперь к рассмотрению квантового нелинейного осциллятора, нас, конечно, в первую очередь заинтересует вопрос о том, вот, есть ли разница для оператора Льювия, так сказать, в свойствах оператора Льювия для классической квантовой системы, то есть есть то, в чем она состоит. Ну, вот, с этой целью, так сказать, удобно представить оператора Льювия в виде суммы, вот, начнем с квантового, в виде суммы оператора, собственно, вращения и оператора кика. Поскольку они по времени, так сказать, разместены, это можно сделать только в том случае, когда тип мгновенный, а вращение имеет какое-то время. в этом смысле это, ну, некий модельный выбор, он сделан, как бы, для упрощения анализа, потому что, вот, когда сразу и то, и другое, то, фактически, такого эффективного разделения переменных, по сути дела, не возникает, и система становится намного сложнее, так сказать, у изучения. Хотя, конечно, чисто ее можно в этом случае изучать, но для более понятного, так сказать, анализа, так сказать, нужно, конечно, чтобы система была максимально простая. Ну и, поскольку, так сказать, уже сказано, что обычно, так сказать, детали устройства, так сказать, динамического устройства системы довольно быстро забываются, то, на самом деле, при таком приближении мы очень мало, что теряем, на самом деле. Ну и поэтому, так сказать, прижились именно такие модели, так сказать, для анализа общих свойств динамического характера. Вот, значит, оператор Кинга для классического и квантового случая оказался просто один и тот же, так сказать, в этом случае. То есть, видно, что, вот, на самом деле, вот, в него постоянная планка не входит, поэтому, если ажустримим к нулю, то он останется тем же самым. Вот. Ну, а существенная разница возникает в операторе вот этого самого свободного вращения, так сказать. Вот квантовый оператор, вот здесь приведен, и чуть-чуть позже к нему вернемся. Но для начала, то есть, сообразим, что классический получится, если просто аж положить равное нулю. Вот, собственно говоря, он и здесь приведен, так сказать, вот классический оператор свободного вращения, он себя представляет, на самом деле, вот, там, некоторые, вот, скажем, множители, омега-нуль плюс два альфа, по модулю, это некоторая величина, которая может принимать любые непрерывные значения. по сути дела, это и есть, вот, омега-ти, то есть, это частота вращения, так сказать, локальная частота вращения в фазной пространстве. Ну, и, вот, что касается, вот, этого оператора в виде производных, то он может быть переписан, вот, в таком, интересном виде, но, по сути дела, это генератор поворота, так сказать, в фазной пространстве, и же оператор момента, можно сказать. Вот, и, по сути дела, так сказать, что, если вот оператор момента и генератор поворота, вот, по сути, из-за периодичности нашей функции распределения или полновой функции, так сказать, или, скажем, в данном случае, функции Вильгнера, так сказать, должен иметь дискретный набор значений, то множитель перед ним может иметь любые значения, поэтому, строго говоря, произведение дискретного на непрерывную переменную, это означает, что спектр вот этого оператора вращения для классической модели оказывается непрерывным. Что это означает? Это означает, так сказать, разные классические состояния могут сколь угодно быть близки друг к другу, так сказать, и небольшое возмущение, способное к смешиванию. на самом деле. Честно, там, как бы, выделили никакой спектр? А, вот, вот эта величина, так сказать, непрерывная, вот, а это, ее, собственно, значение дискретно, поскольку, так сказать, любое дискретное число, умножающее, на непрерывную, так сказать, величину, все равно даст некоторое, это будет какой-то, скажем, суперпозиция непрерывная, величина с дискретными коэффициентами. Вот, так правильно, но эта функция не видна, почему вы говорили про всю систему, что там будет? Ну, соответственно, так сказать, если мы по собственным функциям будем разлагать, скажем, вот это решение, это, так как раз, в сравнителе, или, допустим, связанность с вращением в случае части, то тогда получится, что вот в классическом случае у нас будет, говорится, набор функций, так сказать, со сколь угодно близкими вот этими самыми собственными значениями, так сказать. Вот. Ну, понятно, что в данном случае собственные функции будут функции действительного момента, но дельта функция по модуле альфа. Вот. Ну, и, соответственно, так сказать, у этого оператора первое, так сказать, бесконечное число таких вот компонент получается и, соответственно, так сказать, спектр, скажем, получается непрерывный. так сказать. Но, что, как говорится, будет в классическом, ну, в квантовом случае теперь? В квантовом случае, так сказать, ситуация, на самом деле, окажется радикально другой. В принципе, это, конечно, можно предвидеть было и раньше, так сказать, в силу того, что мы уже сказали, что в фазовом пространстве, так сказать, число, в любой личной области фазового пространства, число квантов состояний, так сказать, конечное. Вот. Вот если мы в квантовом случае, так сказать, возьмем вот этот ножкик, который принимал непрерывные значения, так сказать, в случае классической системы, то здесь мы видим, что сюда входят в производные струны, так сказать, вот эта штука, так сказать, сильно напоминает габидониян классического осциллятора. Отсюда легко сообразить, что действительно, так сказать, этот оператор имеет, скажем, набор спектральный состав дискретный, так сказать, ну и, в принципе, аккуратный анализ как раз и дал результат в этом виде, так сказать, когда у нас просто мантовое числозаполнение для эффективного однобедного осциллятора, так сказать, соответственно, спектр вот этих самых собственных функций, так сказать, собственных значений, так сказать, он будет дискретным, так сказать. Вот. Ну и так, значит, тут какая-то стрелка здесь получилась. Тут должно быть самое, вот это самое маленькая буква от А, каллиграфия, каллиграфическая, так сказать. это каллиграфические шрифты. А там просто нету, да? А, нету, да. Ну, значит, я, как говорится, не обратил внимания, но тогда просто я поменяю, есть еще такая хитрая буква, которая называется Эй, вот, Е, Е, нет, Е, Э, Э, подставлю, оно будет собственное значение, так сказать, для, вот, этого оператора, так сказать. Ну, в принципе, так сказать, лямбду мне не хотелось здесь использовать, поскольку лямбда для, ну, слишком для многих целей она нужна, и вот, для такой проходной, так сказать, опыта, момента здесь использовать не хотелось. Вот, на самом деле, вот этот результат нужно еще проще понять, ну, таким образом, что, вот, мы рассмотрим, вот, эволюцию матрицы плотности, строго говоря, функция Вигнера, и матрица плотности, это просто одно и то же, только в разных представлениях. Вот, ну, и если, как говорится, скажем, вид соответствующих собственной функции может сильно зависеть от вида представления, то спектр, вот, соответствующих, так сказать, этим объектам, он будет один и тот же. Ну, и тогда, если, смотреть, вот этот самый оператор вращения, так сказать, матрицы плотности, то, вот это, как говорится, капутатор у нас один, фактически, так сказать, это случай, когда, вот, мы берем матричный элемент, это когда, вот у нас с левой габилитониан, первая с лагами, это когда первым габилитониан идет, потом матрица плотности, габилитониан надо отметить у нас диагонали, в этом представлении, приеме ганолио на 1 метр. Что? Последний спрос, что веме ганолио на 1 метр. Сейчас, в этой строчке, Да, вот здесь. А, да, нету, нету, нету здесь. Это я опечатался, это просто, просто копирование, так сказать, опечатался. Значит, и тогда что получается? Тогда получается, на самом деле, так сказать, вот, похожее же выражение, что и мыши, только, ну, понятно, что, вот, у нас, вот, это, хотя представление не диагонализует, но, тем не менее, это получается, некоторая дискретная матрица с дискретным набором состояния, на самом деле. Вот, фактически, вот, по сути дела, это действительно, получается, вот, это уравнение диагональное, вот, если, n1-n2 рассматривает, как некий общий индекс, вот, то есть, по сути дела, то сказать, тогда, проясняется смысл, вот, этого самого, вот, n, предыдущего, это просто, сумма, этих самых квантовых чисел, на 1-n2. Там прояснение пропустили, что ли? Нет. Здесь точка должна быть, это тот не пропущен, к сожалению, сейчас, значит, надо будет поставить, спасибо, а то я, действительно, земну, ну, и шляпка пропущена, то есть, у меня что-то там, по-видимому, при копировании, выпало, и то, и другое, то, и шляпка должна быть, а, нет, поскольку это матричный элемент, это шляпка, то есть, я, по-видимому, когда убирал шляпу, я убрал, и тот самый тот. Значит, ну, фактически, так сказать, тогда, вот, здесь получается, очень полезный, так сказать, вывод, ну, в основном, мы видим, как у нас, с индексами матричных элементов, оператора плотности, связан, сам оператор момента, вот, ну, это просто разница индексов, n1 минус n2, и, в принципе, так сказать, это можно понять так, что, если мы уберем состояние n, то, фазовом на, пространстве, вот, n квантов, они у нас, вращаются с частотой, при провороте на угол, допустим, фазового пространства, после альфа на угол дельта тента, у нас, вот этот матричный элемент, будет как раз вращаться на угол, ну, скажем, само квантовое состояние n, оно, в n раз чаще вращается, так сказать, поскольку там, каждый кван дает фазу, на, вот, профессиональную альфа, так сказать, фазе альфа, то, в итоге, так сказать, здесь, по сути дела, это означает, что, каждый из матричных элементов, ру n1, n2, вот, при провороте фазов пространства, будет вращаться с частотой в n1 минус n2 больше, то есть, ну, это, тоже полезно, на самом деле, это как-то понимать, особенно, при численном моделировании, на самом деле, приходится работать именно в терминах этих фокусских состояний, поскольку, так сказать, с ними, так сказать, получается относительно точно, без каких-то конечных разностей, то есть, просто, матричные, так сказать, операции, и все. Но... А если на один ромене, это что означает? Это диагональная легенда, диагональная легенда. То есть, они не будут эти генерины? Они, диагональные элементы матрицы плотности не имеют фазов. Ага. Ну да. То есть, вот. Ну, какой, как говорится, важный результат? Важный результат, на самом деле, который отсюда немедленно протекает, состоит в том, что, если у нас имеется какое-то среднее число квантов возбуждения, например, мы стартовали сосновое состояние, и вот среднее действие, там, спустя какое-то время, оно постоянно времени растет, то есть, дошло до какого-то уровня, то число возбужденных квантов, так сказать, среднее число возбужденных квантов в такой системе будет конечно. Но это же означает, что средний номер гармоники, так сказать, в той же функции линера, который связан со средним линером, он будет такого же порядка, как число квантов в системе. нерегулярных квантов, так сказать, это означает, что если мы, как говорится, смотрим, скажем, характерный размер нерегулярности, так сказать, в соответствующей функции линера, например, то он будет по углу будет порядка единицы на а. Ну и, соответственно, так сказать, поскольку у нас конечное число состояний внутри этого фазового объема, в котором пока система находится в среднем и в стаде конечной, то там и, соответственно, так сказать, достаточно, скажем, просто оценить масштаб изменения, допустим, по радиусу. Он будет порядок. Вот. То есть, ну, на самом деле, так сказать, это максимальный, минимальный размер, поскольку, так сказать, если говорить точнее, то полное число состояние в этой области порядка N, то есть, ну, если симметрично распределять это масштабы, то это было бы корень за N по радиусу и корень за полу. Поскольку, так сказать, на самом деле, не факт, что, так сказать, так симметрична, так сказать, система, именно, симметричная по углу и по радиусу состояния живых, поэтому, так сказать, здесь можно говорить только скорее о оценках, на самом деле, минимальных масштабов. Что хочется подчеркнуть, здесь никакой экспоненциально, маленькой, так сказать, величины, так сказать, в самом деле, маленькой, в смысле, из-за показателей любого, то, что мы в классике имеем, у нас будут экспоненциально тонкие слои, здесь таких слоев не будет. То есть, максимум, так сказать, при таком, скажем, поведении у нас будет размер элементов в фазовом пространстве практически быть обратно пропорционален со временем, так сказать. Ну, если это считать, что более-менее, так сказать, по всем состояниям, у нас все распределено сопоставимым вероятностью. По-моему, экспоненциальности и у нас тонкие, вот здесь обратно пропорционален а то есть обратно пропорционален времени, там, но, как все-таки, так сказать, будет стыковка происходить с классикой, что-то, так сказать, поймем, именно, и выясним. Значит, дальше, так сказать, для того, чтобы как-то характеризовать, скажем, количество, так сказать, ну, или сложность функции Лиллера, так сказать, можно ее разложить на гармоники по этим самым углу, и фактически, так сказать, эти гармоники, как раз, вот, M, как раз, будет среднее число гармоник, как раз, совпадает с тем M средним, о котором мы только что здесь говорили, так сказать. Ну, и, соответственно, так сказать, вот здесь приведен, вот, при моделировании вот типичной моделировании системы, так сказать, когда у нас режим уже достаточно квантовый, то есть риджи-бар здесь единица, так сказать, ну, и, соответственно, так сказать, на самом деле, так сказать, рост диффузионный получается. Фактически, так сказать, здесь взято в качестве, так сказать, начального состояния основного, следует понимать, что, на самом деле, так сказать, пока мы не накладываем никакой фунт, то у нас эволюция квантовая описывается унитарным оператором. Вот, ну, соответственно, так сказать, здесь у нас фактически как бы состояние, если было изначально чистым, оно останется чистым всегда, но вот оно описывает по своему поведению, по зависимости от времени, оно очень, как говорится, близко к его характеристике, такие, как средний размер по радиусу, среднее фактически, и среднее число гармоний, это фактически распределение по углам. Это близко к тому, что мы, собственно, имеем обычно в классике. Первая картина близко к тому, что в классике, со второй, здесь надо немножко осторожно, но вот специфика квантовой динамики в том, что эти картинки, так сказать, для N среднего и N среднего, они практически, так сказать, очень близки, так сказать, друг другу. А, то есть линейная зависимость будет? Здесь практически линейная, есть небольшое заваливание, оно связано с тем, что все-таки, так сказать, наличие постоянной планки, оно как-то подтормаживает процесс, но, надо сказать, локализации в этой системе не происходит в фронтальной локализации, то есть она фактически, так сказать, во всех экспериментах, каких удалось поставить, так сказать, все-таки, рост действия, так сказать, бесконечность идет, фактически здесь диффузия очень сильно по действию очень сильно похожа на диффузию в классике, так сказать, вот, то есть грубо, структурная функция квантовая и грубо, структурная функция классическая, они очень похожи, только если, скажем, увеличить H-bar, то тогда это может начать медленно расти, то есть фактически все равно, так сказать, диффузия будет продолжаться и это связано с тем, что, на самом деле, так сказать, здесь фактически, так сказать, чем больше радиус, тем, как говорится, меньше, так сказать, порог наступления хаотичности, так сказать, увеличается. Ну и, по сути дела, так сказать, здесь, как бы, система, которая по свойствам сильно отличается от хикротантора. Ну вот, есть такая значительная система. Значит, что дальше, так сказать, оно, вот, дискретный спектр оператор Леумилея имеет, как бы, два следствия, так сказать. Ну, первое следствие, так сказать, то, что квантовое количество состояний, ну, количество состояний квантовых, вовлеченных в устройстве кучи квантового состояния, оно всегда конечна. Вот, то есть, фактически, это означает, что, хоть оно и растет со временем, по сути дела, так сказать, линейно, но, тем не менее, так сказать, на каждом этапе оно конечна и фактически каких-то бесконечных регулярностей никогда не наступит. Как можно выяснить, недопереходы в дискретном спектр операторе, или что? Что значит? Это связано с тем, что, вот, вот, ну, совсем просто, если мы берем, допустим, занимаемый объем фазного пространства нашей системы, то, вот, число состояний, это, вот, грубо говоря, равно числу чей в этом фазном пространстве, оно всегда конечное. Поскольку, так сказать, в любой момент времени, так сказать, у нас система имеет некий занимает конечную область, то, соответственно, это, как бы, некоторое банальное утверждение, с одной стороны, но, с другой стороны, так сказать, имеет для, скажем, динамического хаоса довольно-таки серьезные последствия, для представления о динамическом хаосе. Я скажу, что, на самом деле, в классике у нас число состояний строго говоря, бесконечно в любом элементе фазного объема, потому что, если мы рассматриваем два состояния, насколько-то отличающиеся от друг от друга, так сказать, не исчезающей маленькой величины, то они уже, так сказать, с точки зрения классики разные состояния. С точки зрения фанта, механики, это может быть одно и то же состояние, так сказать, и, по сути дела, так сказать, на самом деле, похоже, что с этим вопросом, возникают путаницы, когда следует... Аклантную механику мы можем взять, и есть комбинация собственных функций, да, разными, но отличаясь низкая на чуть-чуть. Сейчас, но это, если мы, допустим, две возьмем собственные функции чуть-чуть, с разными коэффициентами, это состояние все равно будет отличаться мало от исходного состояния, потому что перепрытие будет почти денисо, правильно? Поэтому, так сказать, насколько отличаются, так сказать, это сколько состояния можно взаимно-ортогонально выбрать, имеющих отношение, так сказать, с данной системой, допустим, или с данным мы занимаем фазовый объем. Поэтому здесь достаточно просто понимать, что такое квантовое состояние. А вот это же как раз число состояний бесконечно много. Если мы не ограничили энергию. Ну, число типов не ограничено много. Дело в том, что на каждом, вот, действительно, если речь идет о полном наборе состояний, оно всегда бесконечно. Потому что мы можем сколько угодно поднять энергию и где-то фазовое пространство не ограничено расширяться. И это пожалуйста. Но фактически, так сказать, если мы имеем, скажем, какой-то этап в объекте с конечным текущим значением энергии, то среднее число квантовых состояний, вкладывающих в него, всегда будет конечным. Вот в этом как раз то есть говорят в таких случаях об оперативных или состояниях. То есть на самом деле на какие состояния разлагать допустим данное текучее состояние, очень неочевидно в случае хаотических систем, потому что там сами собственные функции выглядят очень сложные. В этом получается число врученое состояние пропорционально просто часов киков линейно со временем как раз то, что увеличить энергии, но он прыгать чуть-чуть минус может дальше. В принципе такая пропорциональность есть, потому что для того, чтобы действительно эта динамика более-менее диффузионной стала, нужно, чтобы один кик затрагивал некоторое количество сразу состояния, не одно. тогда грубо говоря каждый следующий тип добавляет состояние какое-то количество состояния. В принципе в зависимости от устройства от топологии фазового объема это может быть и неринейная функция. Понятно, потому что например ровномерно у яма колодцы у него разбегаем в какой-то момент все трудно и потом не дали но в принципе да но если это кик в координатах пространстве и в импульсах то наоборот тогда получается еще быстрее разгоняется потому что вы допустим если спектратного водорода скажем скопнули по импульсу где-то находясь в глубине вы только 2-3 уровня захватили а когда вы переходите там где спущается спектр то там у вас сразу подмешаться будет уже большое количество состояния то есть на самом деле варианты наверное возможны самые разные и это тоже может иметь свою специфику поэтому здесь как бы общее утверждение надо делать с осторожностью но помимо конечного количества вовлеченных на каждом этапе состояний есть еще и другое обстоятельство фактически это означает что те состояния которые вовлечены и имеют достаточное пересечение с текущим фазом объемом их величина конечная значит спектр их по нему ли будет дискретным если скажем какое-то внешнее возмущение оно будет мало по сравнению с дискретностью этого спектра то это означает что такое возмущение будет маловлиять на динамику системы ну и соответственно это сразу подводит нас к тому что динамика квантовой системы оказывается по этой причине более устойчивой к слабым возмущениям не может просто там какая-то малая величина подмешивается но там не идет накопление получается не может сразу пройти на другой составе все вот то есть вот это два новых расстательства которые по сути дела это немножко другое то есть в принципе локализация возникает как раз по этой причине когда следующие состояния не могут возбудиться по сути дела так но в каждом случае на самом деле может быть совершенно не тривиальная картина на самом деле если взять даже кик ротатора то там сначала наступает локализация в какой-то области потом если подождать экспоненциально большое время то возникают еще реплики от этого состояния поскольку грубо говоря фазовое пространство там обладает периодичностью но вероятность аналирования от одной состояния другом экспоненциально мала поэтому на самом деле эта динамика в каком-то смысле локализация достаточно упрощенная картина и если уж как говорится совсем формально подходить кик ротатору то там локализация отсутствует потому что если вы будете ждать сколько угодно время то разойдется по всем репликам и все исчезнет поэтому здесь на самом деле всегда когда говорят об какой-то эффекте вопрос на каких временах и в течение какого времени это будет скажем более-менее поддерживаться значит вот сейчас немножко так сказать слов об действительно порогов характере то есть мы уже фактически так сказать понимаем что возмущение которое скажем может изменить динамику должно превышать какой-то порог вот конкретная так сказать модель которая так сказать была для выявления этого порога так сказать сделана она выглядит так что мы берем начальное состояние так сказать ну в качестве начального состояния обычно берется основное состояние но как говорится можно взять любое-другое так сказать проверка показывает что это качественно выводов меня и вот это состояние мы начинаем рассматривать эволюцию так сказать эволюция так сказать оперантов плотности так сказать он дается операторами, операторами эволюции. Я здесь не вхожу в детали. На самом деле, это набор рентальных операторов, каждый из которых описывает действие одного кика, и оператор, описывающий действие квантовой эволюции на одном кике, обычно называют оператором флаке. Оператор флаке, как правило, во всех таких периодических процессах, так сказать, занимает. Значит, что здесь? Мы прошли по времени какое-то, скажем, расстояние Т, потом мы сделали возмущение, так сказать, возмущение в виде какого-то там, скажем, тоже унитарного оператора, но который отличается, так сказать, от исходного, так сказать, ну, в принципе, даже можно и сделать несколько отличающихся. Обычно здесь, как говорится, в таких экспериментах в качестве оператора возмущения это поворот на очень маленький угол фазовой пространства, так сказать. Оператор поворота, так сказать, просто, так сказать, делается, вот, то есть, фактически, так сказать, как говорится, возмутили наше состояние квантовое, а потом с помощью обратного унитарного преобразования, так сказать, погнали, так сказать, в момент времени раздельно. Вот интересный вопрос, так сказать, состоит в том, что какому состоянию сойдется, вот, вязать в такое обращение процесса, так сказать. Вот. И насколько вот это состояние будет отличаться от исходного, так сказать, состояния. Ну, надо сказать, в случае классики, там, безусловно, если время Т больше, чем обратные показатели Депунова, то там, говорится, вероятность попасть в исходное состояние будет экспоненциально мала. По сути дела, так сказать, вот здесь, вот в случае квантовой динамики у нас, на самом деле, так сказать, мы можем иметь что-то другое. Сейчас увидим, что получается. То есть, фактически, так сказать, для того, чтобы сравнить эти квантовые состояния, нужно вот на самом деле рассмотреть коэффициент перекрытия этих состояний, так сказать. То есть, состояние, которое было в начале, и то, которое получилось вот в результате такой операции, так сказать. Сначала, так сказать, на время отреидем, там возвращаем, потом возвращаемся в начальное время. Вот. Это, как говорится, фактически здесь показано коэффициент перекрытия между этими состояниями, и в случае, когда у нас эти состояния совпадают, у нас строго равенными единицами, так сказать. Вот. А вот такая, эта величина изучалась, как говорится, во многих приложениях, в частности, в квантовых компьютерах, значит, она имеет свою значимость, как вот, точность? Точность? Фидель. Что? Когда состояние совпадает. Тогда, вот, будет равенными единицами остальных, так сказать. Ну, как всегда, вот, если два квантовых состояния различаются, то, значит, перекрытие между ними, так сказать, начинает падать, и чем сильнее отличается, тем сильнее падает. Вот. Ну, и, вот, в принципе, вот верхняя строчка, это, фактически, так сказать, это когда у нас мы прогнали на время Т, возмутили и вернулись обратно, так сказать. Фактически, это величина, которая характеризует степень обративости процесса. Вот. Вот. Ну, понятно, что, вот, для полнотой картины надо еще, так сказать, это, вот, мужчина, для случайного в пределах какого-то там, какой-то амплитуды, так сказать. И так обычно и делалось. То есть, результат обычно соединялся по разным, так сказать, значением, там, для вот этого самого, случайного, на малый угол выбирался, вот, скажем, с какой-то средним значением, очень-то рано, но там метода, так сказать, в принципе, так сказать, варьировался чайным образом. Формуль 154, там, что такое уравняет Т? Вот. И здесь, это опечатка, так, это, здесь, просто Т надо убрать. Это, это, просто, артефак какой-то. Значит, точнее так, вот Т маленько равняется Т, да? Да, нет, нет, нет. Значит, вторая строчка тоже интересная. Что, по сути дела, эта строчка означает? На самом деле, вот, записали это одно и то же, только, вот, на самом деле, так сказать, вот, верхняя строчка и нижняя строчка отличаются тем, что, так сказать, мы, вот, в верхней строчке мы, как говорится, возмущенное состояние прогнали по времени назад. А здесь, как бы, вот, прогнали по времени вперед начальное состояние. Вот. То есть, через минуты, там... Да, 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 да. Ну, собственно говоря, вот, по сути дела, так сказать, вот эти, в силу, так сказать, того, что там одни и те же амнитарные операторы входят, эти величины просто равны между собой. Но, вот, что еще интересно. На самом деле, так сказать, ну, вот, нижнюю строчку можно характеризовать, воспринимать, как, вот, влияние возмущения, так сказать, на это состояние, так сказать, насколько, так сказать, сразу после возмущения оно будет перекрываться с состоянием, которое было до возмущения. Ну, надо сказать, пока мы, вот, смотрим унитарные процессы, то, вот, после того, как мы наложили какое-то возмущение на наше состояние, так сказать, и сравниваем с контрольным состоянием, мы можем эти состояния сравнивать в совершенно какие угодно моменты времени, так сказать, но коэффициент перекрытия от этого не меняется. Ну, и, с другой стороны, так сказать, в чем смысл? Если состояние очень сложное и устроено, то, ну, то есть, когда слабое возмущение, так сказать, уже, так сказать, сильно меняет в соответствующей фазе, то это состояние, состоящее из большого количества компонентов, например, то тогда вот этот коэффициент перекрытия будет, вот, фактически, так сказать, маленьким. Если состояние какое-нибудь гладкое, то просто устроенное, то тогда коэффициент перекрытия будет, наоборот, близок к единице. То есть, по сути дела, так сказать, вот некая строчка, на самом деле, это строчка, которая, ну, по сути дела, так сказать, автокорреляционные свойства состояния, так сказать. Ну, это возмущение, это некий сдвиг, который, так сказать, после сдвига мы сравниваем состояние с собой. Ну, и понятно, что, вот, в принципе, так сказать, это означает, что вот эта самая фиделития, то есть, которая характеризует степень обративности нашей динамики, а вот еще непосредственно связана со степенью сложности, текущей сложности момента наложения возмущения нашего же плантового состояния. То есть, здесь, как бы, оказались связаны два, на первый взгляд, независимых вопроса, так сказать, устойчивость состояния и степень его структурной сложности, так сказать. Ну, конечно, вот, это, как бы, только на первый взгляд они не связаны, но, как мы видим, они, фактически, так сказать, описываются одной и той же величины. Чем сложнее состояние, тем, при том же самом возмущении, так сказать, меньше вероятность вернуться назад. Вот, то есть, фактически, так сказать, тем, или, скажем, можно сказать по-другому, тем меньше нужно возмущение, чтобы, чтобы не вернуться назад. Вот. Хорошо. Пойдем дальше. Ну, результаты тут численного моделирования приведены, так сказать, в зависимости от фиделити, так сказать, от интенсивности возмущения. Я, вот, кривые здесь объясняю, не будут, это разные, так сказать, теоретические оцетки, которые, так сказать, оцетки, которая была приближенно описана из поведения этого фиделити, так сказать, вот. А сплошная линия, это некоторые, так сказать, теоретические, по сути дела, полуэтерический результат, который описывает поведение этого фиделити. А хи, что такое? Ну, хи, это вот такая, вот фактически число гармонии, по сути дела, вот, средний м квадрат. Ну, вот это значимый момент, потому что, так сказать, на самом деле, чем больше гармонии, то есть, чем больше числа компонентов устроено наше состояние, тем сложнее. Ну, грубо говоря, тем больше информации нужно, тем больше актитуд нужно для записи этого состояния, так сказать, вот. Ну, и, соответственно, так сказать, вот, скажем, если у нас имеется, скажем, распределение, вот это фактически некоторое, так сказать, вероятность распределения, так сказать, по гармоникам нашего, скажем, ну, по сути, малая матрица, плотность, опять же, с функцией Лиггера, по гармоникам функции Лиггера, вот, это, вот, это, вот, по гармонии, да? По гармонии, да, да. Зная вот это распределение, можно сосчитать, на самом деле, вот, это фиделити, ну, другое дело, что само это распределение, так сказать, вот, кстати, решение генетических уравнений очень сложно, так сказать, получать, поэтому, так сказать, оно обычно численно получается. Но мы, вот, в детали его пока входить не будем, но я просто, так сказать, вот, определение, это связь через матрицу плотности, так сказать, вот этого самого распределения вероятности, оно, так сказать, нормировано на единицу, естественно, оно тоже где-то определенно, так сказать, вот оно равно вот этой причине, так сказать, и, вот, видно, что, если мы знаем матрицу плотности, плотности, то вот это, как говорится, распределение связано с диагональными элементами матрицы плотности, так сказать. И фактически, зная матрицы плотности, мы можем сосчитать все 9, так сказать. Но обычно матрицы плотности моделировались численно. Но зато в пределе малых возмущений, на самом деле, так сказать, можно разложить вот эту, как говорится, сумму, так сказать, и тогда, по сути дела, если раскладываем линейность, то получается, что фактически первая поправка, так сказать, то есть характерная, так сказать, величина возмущения квадрата, при котором заметным образом бывает футболит, и можно выразить через средний квадрат числа гармонии. вот, оказывается, так сказать, вот эта величина, опять же, так сказать, здесь показано ее еще определение, то есть ее можно, так сказать, получить как просто вторую производную фидерику по возмущению. То есть, на самом деле, так сказать, это все те соотношения, которые, так сказать, говорят о связи между сложностью устройства квадратного состояния и его откликом на нижнее возмущение, так сказать, пока я вам напоминаю, мы смотрим только, так сказать, однократное возмущение, вот, ну и величина критического возмущения, то есть, выше которого, так сказать, критическое перекрытие заветно падает, да, оценивается вот таким образом, так сказать, по сути дела, это единица на корень из числа этих самых, на корень из среднего квадрата этих гармоний, так сказать, почему-то не прогрессовалось, надо будет посмотреть потом. Ну, короче говоря, это в случае однократного возмущения. Вот. Более интересным является случай, когда у нас шум действует непрерывно. Вот. Ну, это более, так сказать, практичный случай. Конечно, есть ситуации, когда, допустим, в каких-нибудь процессах случайного возмущения действуют однократно, но обычно, так сказать, неконтролируемый шум, который, так сказать, как-то там должен искажать эволюцию квантовых систем, так сказать, может действовать все время, так сказать. И поэтому, так сказать, для моделирования этой ситуации добавлялся такой оператор, ну, после каждого, так сказать, периода, так сказать, после каждого кика. Вот. Ну, и в этом случае, так сказать, мы брали, так сказать, амплитуду этого случайного возмущения, так сказать, на разных, конечно, шагах совершенно дискоррелируемых, ну, то есть, и фактически, так сказать, вот результат, который получился в пределе слабого шума, он легче всего понимается, состоится в том, что на самом деле, так сказать, вот вместо среднего квадрата возникла средняя сумма от N квадрата, так сказать, от нуля до данного момента времени. То есть, ну, по сути дела, смысл-то понятен, что фактически, так сказать, это некоторое случайное блуждание по фазе, складывающееся от разных, так сказать, моментов времени, так сказать. Естественно, когда число компонент было мало, вклад меньше, и когда число компонент больше, то, естественно, вклад больше. Вот. Ну, и фактически, так сказать, это что означает? Это означает, на самом деле, что вот у вас вот еще возникает некоторое накопление предыдущих, так сказать, шагов, которые, на самом деле, так сказать, понижают устойчивость вашей квадратовой системы. То есть, в случае шума, так сказать, вот критический порог для возмущения, для предыдущих непрерывношенных, он угробает никак единицы на тек. Ну, число гармоний падает, растет какие-то коктейли у нас. Соответственно, вот в предыдущем случае однократного возмущения, вот этот порог падал как единицы на тек. Здесь еще до пары вскоре не стоят, на самом деле. То есть, вот, по сути дела, это порог, личная порога. Вот. Ну, видно, что на самом деле, так сказать, если оттармировать на вот этот самый критический параметр шума, то возникает что-то вроде скейлинга. Но, правда, здесь вот в зависимости от величины шума, так сказать, на больших, так сказать, значениях шума, так сказать, скейлинг нарушается. Но вот там... Почему скейлинг называется? Скейлинг, это фактически у нас зависит от времени, вот это фидерити, от времени и сильма. Но, по-саму, если вот отложение, как функция, так сказать, отношения, то получается, что разные значения рутутся на одно и то же время. На одно и то же кривую, практически, без исключения хвоста. Вот. Но это отдельная тема, которую, наверное, сейчас нет смысла затрагивать. Значит, у меня на одном из вариантов здесь была врезка, где вот то же самое, так сказать, было показано падение фидерити при временах очень малых, то есть, когда... Но при условии, когда у нас постоянная плавка очень мала, то есть, в случае максимально приближенной кластью. Сейчас, как говорится, будет ясно, почему, так сказать, я хотел показать. Ну, вот, словами, 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 на самом деле, было. Вот. Но прежде чем закончить вот с этой частью, надо сказать, что, вот, на самом деле, из-за того, что у нас эффект от шума накапливается, это означает, что, если, как говорится, даже шум слабенький, то, когда мы подождем достаточно долго, при постоянном плитоде шума, у нас снова, как говорится, гигантность потеряется, то есть, и фактически, так сказать, фидерити упадет в ноль. То есть, в случае, когда у нас шум непрерывный еще, так сказать, эффект зависит не только от увеличения шума, но еще продолжительности его действия, так сказать. Так, ну, вот сейчас, как говорится, несколько слов о партичных эффектантах к вам по уголюции. Я давно обещал, так сказать, ну, вот, там как-то, это не совсем в тему, но все-таки коснуться вопроса, а что будет, если у нас постоянно плавка действительно очень мала. Ну, и в этом случае, так сказать, естественно, ожидать переход к поведению близкому классическому, так сказать. Вот. Ну. Что здесь вот показано? Здесь показано зависимость числа гармоний от времени, но есть и времена у нас меньше времени Липуновского, то есть время Липуновского этапа можно оценить на... Фактически раньше мы оценивали как единицы на... Логарифм от единицы на точность задания классической, допустим, траектории, да? Вот. Фактически там траектории должны разбегаться, так сказать, должны успеть разбежаться, так сказать, в этот период времени, так сказать. А скорость их разбегания экспоненциальна во времени, так сказать. Ну и, соответственно, так сказать, там была единица на дельта, где это дельта, точность измерения. Здесь это единица на постоянную планку, потому что реально, так сказать, в квантовой системе точность задания состояния задания уж никак не меньше, не лучше, чем единица на постоянную планку. Вот. То есть, если есть отношения? Если отношения не поддельности. То есть, это, как говорится, фактически, так сказать, можно говорить, и на корень из постоянной планки, но это просто множитель предлогарифм изменит, и все. Значит, что, как говорится, здесь, кстати, это не одна формула, здесь две формулы, здесь должны быть пробегаться. Я не знаю. Значит, в таких временах, на самом деле, так сказать, оказывается, что возникает действительно поведение, похожее на классическое. То есть, по сути дела, по сути дела, у нас число гармоник, если мы взяли, допустим, начальное распределение целлюнных числов гармоник, допустим, для простоты так, чтобы оно симметричное было, так сказать, и достаточно малого размера, то для этого приходится что? Для этого приходится, на самом деле, так сказать, если у нас постоянная планка мала, то приходится иметь то есть наша система моделирующая должна обещать большое количество квантовых состояний, то есть, это речь идет, по сути дела, о моделировании квантового состояния, там, с размерностью гибридного пространства порядка здесь конкретно было 10 в 4 и тогда если мы имеем такое состояние, то есть, такое гибридного пространства, то можно выбрать постоянную планку маленькую, здесь минимальное значение односотное было, тогда получается, что в течение некоторого времени количество гармоний растет экспоненциально, то есть, я еще что хочу подчеркнуть, что это означает, что, по сути дела, так сказать, наш, если, допустим, взять, как говорится, на этом фазном пространстве у нас, как говорится, некоторые начальные точки, мы тоже брали в область основного состояния, то она будет как-то первым жутиком она выбросится, допустим, сюда, потом она как-то начнет растягиваться, если говорить о среднем расстоянии от центра этой плоскости, то она сразу станет порядка женой, постепенцией, оно будет расти пропорционально корнюю из числа тиков. но число гармоник, то есть фактически на которое можно разложить вот это распределение, оно на начальном этапе будет, как говорится, расти экстременциально, то есть, по сути дела, так сказать, сначала, так сказать, из доступного пространства, так сказать, вот это распределение будет занимать только небольшую часть фазового пространства и оно будет часто гармоник расти экстременциально. То есть, по сути дела, что это означает? Это означает, что на самом деле, так сказать, вот эта аккордация экстременциально велика и если мы, допустим, имеем какое-то возмущение, то на первых тиках пока единица на М будет больше, чем вот эта величина этого возмущения, то это возмущение будет слабо оказывать влияние на эту систему. Но как только, так сказать, число гармоник станет достаточно большим, чтобы система стала чувствительной, эта система себя поведет как классическая, то есть, она будет быстро, так сказать, размешиваться этим, как говорится, возмущением, ну и, соответственно, так сказать, на самом деле, так сказать, здесь получается, что, по сути дела, так сказать, ну, чувствительность на первом этапе, пока, так сказать, число состояний растет экспоненциально со временем, будет экспоненциально, скажем, характерное возмущение будет экспоненциально отбывать. Вот, но, если вы успели, допустим, подействовать на этом этапе возмущением, которое уже достаточно, так сказать, далеко по сравнению насчувствительности системы, то поведение этой системы будет некоторое время, так сказать, имитировать поведение классической системы. Но, вот, так только, так сказать, вот, время Липуновское окончится, это вот так, то система снова войдет в квантовый режим, в котором уже ничего общего с классическим поведением не будет. В чем, судя этого квантового режима состоит? На самом деле, как только вот эта маленькая подобность растянется более-менее равномерно по доступному гостифазу пространства, классический, так сказать, режим кончится, так сказать, и начнется уже квартовый, так сказать, режим для эволюции этой системы. Вот. Ну, здесь-то что показано? Здесь-то, на самом деле, показано вот при различных постоянных планках, так сказать, в зависимости от числа гармоний. Видно, что, вот, на самом деле, при самом маленьком значении вот эти черные квадратики, они практически совпадают с красными точками. Красные точки – это фактически, так сказать, у нас распределение, которое построено для классической системы. То есть, это, вот, считает... Чем выше график, тем, постоянно полка меньше, да? Да. Нет, наоборот, чем... Ну да, меньше. То есть, чем ниже график, тем, планка больше. То есть, по сути дела, так сказать, если бы, допустим, у нас постоянная планка была равна нулю, то тогда по всей этой точке пошли по красной линии, так сказать. Если, как говорится, постоянная планка, так сказать, у нас какая-то конечная, то сначала идет, как бы, эволюция по классической траектории, потом отворачивает и начинает уже расти постепенным образом число гармония. Ну, фактически, это происходит тогда, когда число гармоний сравнивается с числом квантов возбуждения. Часто квантов возбуждения доступно в этой системе, оно практически определяется радиусом ДТД на этой высоте, так сказать. И дальше, так сказать, наступает уже диффузионная этапка, на котором, так сказать, эволюционирует, как мы однократно говорили раньше. Тогда у нас N пропорционально оказывается времени, то есть действия у нас пропорционального времени, а постоянное от центра пропорционально окорбуз действует и сколь вязать, на самом деле. Соответственно, число гармоний, пропорциональное число, так сказать, то есть фактически, так сказать, если быть аккуратным, то изначально у нас N был достаточно великой, пока до него не доросло M, у нас оно могло в этом интервале расти со временем экстенциально. Значит, что можно еще сказать по поводу поведения этой системы? На самом деле, так сказать, хотя у нас тут надо поведение немножко сказать об устройствах, скажем, конкретных, допустим, квантовых состояний. Ну, в принципе, не составляет труда, скажем, взять чистое состояние, посмотреть, как амплитуда вероятности эволюционирует со временем. То есть в случае, когда мы находимся в базисе фокусских состояний, это просто некий конечный набор чисел, которые можно, так сказать, отслеживать и, скажем, распределение строить патен, то есть вероятность возбуждения состояния с номером фокусского состояния. Ну, там получается на самом деле независимо от выбора, так сказать, более-менее все состояния спустя какое-то время имеют общую грубо-структурную форму. То есть грубо-структурная форма, она напоминает классическое состояние. вот вот такое, экспоненциально падающее, то есть огибающее всех квантовых состояния, довольно быстро релаксирует к универсальной форме, так сказать. но разумеется, при этом вот, скажем, разные состояния, стартовавшие с разных начальных условий, остаются между собой ортогональными, вот, совершенно, естественно. Вот, и, соответственно, что вот эти состояния обладают некоторой группо-структурной схожестью, так сказать. Ну и, соответственно, так сказать, ну, здесь, если вернуться к энтропии, так сказать, то фактически, так сказать, можно ввести понятие информационной энтропии Шиммана. То есть информационная энтропия Шиммана, по сути дела, так сказать, считает количество, так сказать, состояний, с помощью которых может быть реализовано данное через, выражается через число состояний, по сути дела, через распределение. Вот, это распределение, это распределение по состояниям, эффективно, так сказать, задействовано в реализации данного текущего плантового состояния. То есть, на самом деле, если бы, немножко, с разных, так сказать, начальных условий стартовали, то мы бы получили бы конкретное распределение, в конкретном счете, так сказать, разные, так сказать, но вот фактически, так сказать, это информационная энтропия, число состояний, логарифм, числа состояний, которые доступны системе на данном этапе. Понятно, что если мы стартовали с чистого состояния, то вот по этим, скажем, полный базис доступных состояний равен среднее значение равно R, но вот, скажем, каждое из этих чистых состояний может разлакаться по этому набору состояний. Собственно, когда мы разлагаем просто по состоянию, по гармоникам функции лидера, то мы берем достаточно произвольный базис. И, казалось бы, к этому можно придраться, поскольку, так сказать, если бы система была бы специфична, так сказать, динамика, то состояние могли бы сильно различаться друг от друга. Но на самом деле вот эти распределения ДУКОЛИКВ более-менее грубо структурном смысле они примерно не те же, поэтому, так сказать, получается, что вот эта информационная тропия, так сказать, Шеновна, она достаточно универсальна. То есть, более того, если мы, допустим, наложим достаточно сильный шут, вот, допустим, возмущение в середине эволюции, то вот это распределение оказывается более-менее источным ДУКОЛИКВМ, вот это переграфическое расследование. То есть, по сути дела, так сказать, это опять означает, что вот хотя, как говорится, конкретные значения ДУКОЛИКВМ, они сильно зависят от шума, но обитающая будет одна и та же. по сути дела, так сказать, это говорит просто о количестве, так сказать, задействованных на данном этапе состояния, но более-менее, так сказать, остается одним и тем же, но если, допустим, шум не настолько велик, что он уже начинает конкурировать с китами, которые реально подпитывают энергию в данной системе. Но есть другая тропия, так сказать, тропия фон Деймана. Они несколько слов сказать, на самом деле она в чем состоит? Она состоит в том, что на самом деле это классическое определение энергию. То есть, если смазывается плотность некоторая, то по ней можно сосчитать энергию. надо еще иметь в виду, что на самом деле это довольно интересное выражение для энтеропии, потому что если у нас чистое грандовое состояние, то энтеропия такого состояния равняется нулю. Потому что можно диагонализовать эти операторы, проложить соответствующими монетарными магнитами, которые диагонализуют, и тогда получится фактически результат единица на логарифм единицы равен нулю. То есть, фактически, так сказать, эта энтеропия отлична от нуля, только в том случае, когда у нас на самом деле состояние смешанное. То есть, это, как говорится, энтеропия показывает как раз смешанное состояние. Ну и в принципе она возникает каким образом. Но если бы мы, допустим, стартовались с чистого состояния, то вот любая конкретная история эволюции этого состояния до логов все равно в конце чистое состояние. То есть, если мы берем, как говорится, матрицу плотности вначале описывающую чистое состояние, то и в конце получим ту же самую матрицу чистого состояния. Просто, так сказать, вот этот набор случайных, так сказать, воздействий со стороны возмущений это просто некоторая другая, скажем, история эволюции, но на каждый момент она бы оставалась монетарной. Но если мы, допустим, интересуемся уже средним состоянием, которое, средней матрицы плотности, которые возникают, в результате неконтролируемых, скажем, воздействий, то есть мы уже, как говорится, должны некий средний результат получить, тогда, конечно, усреднение приводит к тому, что матрица, скажем, связь между исходным состоянием и конечным перестает другим генитарным, а матрица плотности из чистого состояния станет матрицей смешанного состояния. Но предельный случай, когда вы настолько перемешали, что матрица стала чисто диагональной, допустим, если у вас n-состояние, то все n-состояния равновероятны, например, тогда это будет максимально возможной энтропия, например, если у нас чистого состояния доступна хронол n. Вот. Ну, и что получается в случае нашей ситуации, когда мы накладываем шумку, на самом деле, так сказать, вот на каждом птике, так сказать, этот шум приводит к случайному, так сказать, повороту так, здесь нет, а, нет, вот это, извиняюсь, вот это выражение должно быть этажом ниже, если на поле попало не туда. Значит, тогда вот эта матрица плотности, так сказать, она, в принципе, это правильно, что здесь написано, только надо еще помножить на соответствующий рот. Ну, короче говоря, это фактор, который возникает дополнительно, так сказать, для маточного элемента. Значит, если мы вот действительно берем маточный элемент, то случайно дергаем по углам приводит к случайной фазе равной разницы его, так сказать, индексов, то есть, матричесного элемента, и взятие интеграла дает вот такой фактор, который, на самом деле, во-первых, так сказать, для внедиагональных элементов очень быстро падает со состояния на диагонали, вот, а во-вторых, так сказать, естественно, еще и экстрементно падает с различного шума. То есть, по сути дела, так сказать, внешний шум на такие матрицы плотности, так сказать, ведет к тому, что он подавляет недиагональные матричные элементы, ну и, собственно говоря, это убивает, по сути, убивает фазу, так сказать, и, соответственно, фактически это на свойства системы при этом приближается к классической системе. То есть, его тоже надо приписать, я торопился и при копировании что-то потерял. Вот здесь должно быть равно, так сказать, и так далее. Вот этот фактор умножить на РОЭН, так сказать, на этот РОЭН. Вот. Значит, что это означает? Это означает, что, по сути дела, так сказать, у нас вот введение достаточно сильного шума ведет динамику, так сказать, квантомеханической, где есть фазы динамики, скорее, напоминающий марковский процесс, там, где фазы, так сказать, уже вымирают, и, по сути дела, от операторов матрицы плотности достаются диагональные составляющие, так сказать, и, по сути дела, это фактически, диагональная составляющая матрицы плотности это классическое распределение. То есть, по сути дела, динамика в пределе сильного шума становится классической. Это, кстати говоря, интересно, что в каких-то там, скажем, на первый взгляд, достаточно далеких формах это проявляется и в других разделах квадратной механики. Например, есть понятие такого непрерывного измерения, слабого измерения, когда, скажем, если система движется в новую пакету, описывающую систему, то мы накладываем на этот пакет возмущения достаточно слабое, чтобы, так сказать, его не разрушить. так, чтобы эффекты какие-то определенности остались. Но в то же время это с какой-то точностью определить его положение. Вот чем, как говорится, с большей точностью мы определяем его положение, тем больше мы фактически локализуем этот пакет в пространстве. Ну и, по сути дела, здесь есть отдельная, даже целая наука, которая занималась динамикой такого рода пакетов и было показано, что на самом деле с увеличением шума эти пакеты все более и более приближаются к динамике на классических точках. Ну, это просто внешний шум. Ну, это измерение или нет? Ну, дело в том, что само по себе измерение, так сказать, оно не может, как говорится, знать об самом пакете, если оно, скажем, если это измерение фактически, так сказать, если вы не знаете состояние пакета, то воздействие, которое, так сказать, вы на него накладываете, слабо коррелирует с его реальным состоянием. Ну, и поэтому, так сказать, с точки зрения пакета оно случайное, так сказать. Ну, и, в принципе, когда обсуждался вопрос об таком неразрушающем и слабом измерении, то, по сути дела, так сказать, одна из моделей состоит в том, что, по сути дела, вот этот самый процесс измерения вносит случайное возмущение в, ну, как некоторая случайная сила, действующая на этом пакет, так сказать. Ну, есть разные, как говорится, причины это объяснять и, как говорится, и мотивировать, но, в принципе, так сказать, логика более-менее, так сказать, лежит в рамках того, что он мы о свойствах пакета не знаем, поэтому то, что, как говорится, то воздействие, которое мы на него оказываем, слабо скоррелировано, так сказать, со свойствами самого пакета. вот, ну, вот это, как раз, это предел, как говорится, сильного шума, тос. Ну, и здесь показана зависимость от антропии, так сказать, от времени. в виде красных кружочков, здесь, по сути дела, точнее, черных кружочков, открытых кружочков, здесь приведено поведение от времени антропии шинова. На самом деле, это поведение достаточно, так сказать, очевидное, то есть, это просто число состояний, логарифм числа состояний связан доступных, так сказать, этой системе на различных этапах. Что такое энтропия фон Неймана? На самом деле, энтропия фон Неймана по своему физическому смыслу есть логарифм числа состояний, некогеренных состояний, из которых состоит данное квантовое состояние системы. То есть, когда чистое, то логарифм равен нулю, когда, так скажем, вы их размешали по 2-3, некоррекционно 2-3, то соответственно логарифм 2-3, так сказать, поэтому, так сказать, что на этой картинке видно? На этой картинке видно, что если шум слабый, то, нижняя гривая, то энтропия фон Неймана, так сказать, много меньше энтропии информационной, то есть, энтропия Шермана, то есть, на самом деле это означает, что система использует только малую часть доступных ей состояний, так сказать. Если вы больше не увеличиваете, то, как говорится, система все больше и больше, так сказать, размешивается по доступным ей квантовым состояниям, по доле доступных и доле этих состояний, по которым она размешана, так сказать, растет со временем. то есть, скажем, взять зеленую гривую, то видно, что при древней Т-харад на пустыря, то есть, разрешалась по большей части, так сказать, доступных состояний. Что интересно, что энтропия Шеннона при этом мало, так сказать, меняется. То есть, на самом деле, если мы рисовали для каждого случая, так сказать, отдельно кружочки для энтропии Шеннона, то есть, вычисляли соответствующее число гармоний, то практически эти кружочки все равно были влеплены на те же самые места, то есть, фактически, так сказать, это означает, что вот эти две энтропии, они имеют принципиально разный смысл. То есть, информационная энтропия или энтропия Шеннона, это просто по сути, доступный фазовый объем характеризует, а энтропия фон Нейнона актуальнее фазовый объем, то есть, тот, который реально, так сказать, оккупировал, так сказать. Вот оно. И вот это немножко другое ситуация, ну? Ну, понятно, что этапи фон Нейнона будет всегда меньше, если она полностью, если система полностью не размешана, так сказать, по всем состояниям, то есть, если система не стала классической, то есть, где какие-то базы остались, тогда у нас часть состояния еще, так сказать, не будет вовлечена, так сказать, в динамику системы, но когда вы наложили сильное возмущение, то есть, по сути дела, так сказать, убили все фазы, то, по сути дела, так сказать, у вас оккупируются все доступные квантовые состояния, и тогда поведение системы, так сказать, сильно напоминает классический ансамбль, так сказать, который, так сказать, был бы в отсутствии квантовых эффектов. Вот. Ну, вот здесь сейчас на самом деле, так сказать, я большую часть этого, соответственно, сказал, так сказать, то есть, фактически, так сказать, это сводится к тому, что если у нас имеется, скажем, какое-то внешнее воздействие, то фактически оно может привести в случай, скажем, такой, ну, я подчеркну, что все время мы ведем речь о системах, динамик, которые в классическом пределе хайтичат. То есть, если бы речь слабо о регулярной динамике, здесь многое нужно было сказать по-другому, потому что, допустим, если у вас есть какое-то регулярное состояние, то там у вас более-менее размешивание по фазовому объему, как на этом рисунке это не происходило, просто фазовый объем доступен, но в это состояние, даже в случае регулярной классической динамики, нужно довольно сильное возмущение, чтобы из одного состояние прийти регулярно в другой, так сказать. В этом смысле хаотическое регулярное динамике здесь имеются совершенно разные свойства по отношению к возмущению. Но по сути дела здесь происходит как говорится то, что мы видим, что хаотическое поведение системы не всегда уместно называть, то есть мы видим, что на самом деле у нас есть дискретный спектр, соответственно, есть пороговая чувствительность к внешним воздействиям. Но на самом деле некая сторона, которая сейчас в другом аспекте присутствует. Как правило, в случае хаотической динамики у нас большая часть волной функции квантовых состояний в грубо-структурном смысле схожей. То есть как бы хаотичность перекочевывает скажем сложность устройства тассы квантовых состояний. Ну и вот в связи с этим как раз возникает еще как говорится одна сторона. Известно, что во многих приложениях очень эффективно работы приближения случайных матриц. Приближение случайных матриц на самом деле оно по сути дела уже загладывает некоторую скажем равновероятность различных квантовых состояний. Причем предполагается, что в динамике конкретный вид этих квантовых состояний не особенно чувствительный поэтому все матричные элементы которые возникают от операторов франтовой задачи более-менее случайно чисты. ну и соответственно в какой-то степени обознавание приближения случайных матриц служит осциллятора потом в случае декротатора тоже можно убедиться что волновые функции так сказать в хаотических системах типичное поведение состоит в том что если мы берем огибающие типичное огибающее так сказать более-менее эрганично распределена по фазам актематист доступна фазам актемат ну это означает что если мы возьмем скажем отдельно взятые члены из ансамбля то там они не могут быть сильными и собственно говоря если мы допустим то же самое возьмем например скажем в тех же ядрах если мы возьмем скажем лишь волновые волновые функции отвечающие каким-то близким случайным уровнем мы могли бы допустим диагонализовать взаимодействие ядро конечной системы на самом деле то есть там в принципе чисто формально мы можем ожидать что там есть набор каких-то собственных состояний если у нас взаимодействие более-менее внешнее воздействие на ядро отсутствия это достаточно легко устроить то фактически мы будем иметь какой-то спектр состояния в ядре и соответствующие нигуловые функции если мы возьмем отдельно взятые речь идет именно о макроскопических тахионных функциях которые многочастичны если мы возьмем как говорится вот эти волновые функции так сказать отдельно взятые то они могут довольно сильно отличаться так сказать от среднего вида если скажем мы возьмем средним распределение вероятности по нескольким допустим по ансамблю волновых функций более-менее в некотором интервале энергии то мы получим распределение по этим функциям близко к органическому ну еще можно скажем под систему я сейчас произведу на другом примере если мы возьмем бильярд там еще нагляднее всего то есть если мы берем допустим какое-то бильярд на классическом пределе точнее в классическом случае распределение частиц при наличии характерического движения будет органично по всему по всему объему бильярда если мы теперь включим например квантовые эффекты или как часто делают будем скажем рассматривать распространение волн конечной длины волны внутри таких бильярдов это то же самое по сути дело то при каждой чистоте у нас внутри как говорится этого бильярда будут возникать какие-то пучности и узлы пробелы при небольшом изменении чистоты эти пучности и скажем пустоты они будут резко перескакиваться на место на другое чистоты света длины волны нерегулярным образом будут перемещаться но если теперь мы возьмем интервал частот какой-то достаточно небольшой то при уследнении по этому интервалу частот распределение действительности этого бильярда будет делиться к равномерному расследованию как бы еще один такой пример что на самом деле вещи достаточно далекие например теория случайных матриц и как раз бильярда или скажем сравнительно скажем такие системы как кик-ротатор кик-осциллятор они на самом деле действительно в случае перехода к ватному режиму они имеют хаос в них перекочевывает в сложный вид устройства на самом деле наверное на этом я как раз и завершу здесь есть большой круг вопросов который может быть еще изучение которого продолжается потому что обычно ядра считается что есть габетелиан у которого есть два предельных случаев это когда имеется n состояний и вот все матричные элементы одного варианта зависит случайные числа с габетелиан габетелиан и все одинаково распределены иногда теряется диагональ по разным соображениям но и соответственно если есть какие то скажем симметрия по отношению к обращению времени это дополнительные условия накладывает этой матрицы если скажем есть магнитное поле то еще один разникает некоторые связи дополнительные но вот матричные элементы случайные то есть фактически это приводит к тому что собственное состояние этого габетелиан тоже будет случайная и вторая но и соответственно так сказать когда вы вычисляете по ним средние допустим которые так иначе связаны с наблюдаемыми то в итоге так сказать вы получаете скажем какие то эффективные так сказать статистические результаты вот но степень случайности распределения матричных элементов обычно так или иначе связана как говорится с распределением уровней в этой системе то есть если мы будем строить распределение по по расстоянию ближайших уровней то там возникают скажем законы которые фактически выделяют случаи достаточно полной случайности всего 4 типа то есть 3 типа то есть случаи когда как говорится система так сказать инвариант к обращению времени не инвариант к обращению времени и когда имеет спин например спин спин ну и там по сути дела если смотреть распределение по расстоянию между уровнями то оно на больших расстояниях будет экспоненциально бывать а на малых расстояниях имеет степенную зависимость степень как бета это скажем 10 допустим распределение по бета это расстояние между уровнями то есть дельта в степени бета в этой части ну и степень бета она бывает 1 2 3 так и это как раз объединяет между собой классы это так сказать различных симметрий то есть предполагается что здесь единственная симметрия которая есть либо отсутствует симметрия по отношению к обращению времени либо наличие симметрии связанные с существованием спина в системе и собственно говоря фактически это как бы ну некоторая так сказать реинкарнация то есть гипотезы гипса равнораспределения по фазовому пространству только уже в переводе на язык квантовых систем так сказать вот ну вопрос почему эта теория хорошо работает в большинстве случаев ну наверное как раз в большинстве случаев когда в классическом пределе мы бы ожидали хаос ну по-видимому так сказать это как раз и означает что так сказать в определенной степени хаотичность перекочевывает именно в устройство волновых функций которые таким образом проявляют ну на самом деле за как говорится рамками лекций осталась масса интересных вопросов которые так сказать связаны и с биллиардами и как говорится с квантованием в виде рассмотрением траектории так сказать и вот и в принципе так сказать конечно все охватить так сказать было и нереально и наверное так сказать не имеет смысла так сказать но как говорится на этом наверное мы поставим точку с 2 1 5 2 1 3 4